Краевое движение веселых и находчивых набирает обороты. Только за этот год пять кубанских команд вышли на федеральный уровень. Две играют в высшей лиге и три в премьере. Глава региона отметил, что это довольно хорошие результаты. Кроме того, качество, которое воспитывает игра, по мнению губернатора, значительно помогут ребятам в дальнейшем. Молодежь, которая задействована в КВН, талантливая молодежь, конечно, неординарная молодежь. Такие яркие личности, безусловно. И вот на Кубани очень много таких ярких молодых мальчишек и девчонок. Это такие алмазы. Все вместе должны мы постараться, чтобы сделать из них бриллианты. А, конечно, для этого нужно, чтобы они огранились. Тогда они засверкают. И притом не только в КВН они засверкают. Они могут засверкать и в общественной жизни, и в политической жизни, и в нашей экономике, нашего региона. Это же нестандартное мышление. Умение принимать решения, очень быстро реагировать на ситуацию. Только за такими ребятами будущее. Настоящей звездой федерального канала в последнее время стала команда «Русская дорога» из Армавира. Одна из недавних побед в Международном музыкальном фестивале. Ребята взяли второй по значимости приз Большого Кевина в Светлом. Вениамин Кондратьев поздравил участников команды. Ее капитан рассказал губернатору, в чем их главных секрет успеха. Мы, наверное, единственная команда сейчас высшей лиги, кто не то, что даже стараются, мы не шутим плохо про наш город. У нас такая позиция, нам всем нравится наш город, почему мы должны про него плохо говорить. У нас красивый, большой, чистый, классный город. Впрочем, чем покоряли зрители и жюри, ребята из Армавира не только рассказали, но и показали одно из своих выступлений. Их пример успеха должен быть заразительным, отметил губернатор. В регионе нужно продолжать создавать такие площадки для творческого развития молодежи, чтобы игра в КВН приобретала все более массовый характер. Поэтому готовить будущих звезд большой игры необходимо еще со школы. Нам нужно постоянное движение, это процесс бесконечной поддержки КВН и развития КВН, он действительно бесконечный. Мы сегодня видим, что так получилось, что у нас команды играют и в премьер-лиге, и в высшей лиге от края. И у нас огромный сегодня интерес. Он просто возродился, он вновь появился, этот интерес. КВН для меня это очень здоровая альтернатива сегодня для молодежи, где она может чем заниматься. Очень здоровая. При том, общество, которое умеет смеяться, при том смеяться над своими ошибками, оно потенциально обречено быть здоровым обществом. А КВН этому учит, в первую очередь, высмеивать негативные процессы, но подходить к решению их и конструктивного решения. Всего за год количество КВНщиков край значительно увеличилось. Сегодня их более 700 человек.